Третья глава Но они умерли без детей, хотя у них были жены из Муавы И остался только Ноймен Она решила развернуться в Израилье Типа она покаялась, хотела опять присоединяться с Богом Израильева И тот Руф, которой была бывшая жена, ее сына, который умер Решила, что она хотела с ней быть Но Ноймен ей сказала, что оно не стоит Потому что если ты будешь со мной, тогда ты будешь чужой женщиной в чужом стране И ты, вроде, будешь умереть без детей Да нет, тот Руф сказал, я хочу присоединяться с твоим Богом То есть она это сделала чисто из-за того, что она поверила в Боге И хотела иметь и устроить отношение с ним А ее сестра, фермула, написанная к Идолу Итак, они пришли в Ифриеме, в Израилье абсолютно без ничего До таком степени, что тот Руф только чтобы жить Вот начинала работать на полях Подбирала колося И в 2 главе 3 стихе написано, что случилось, что та часть поля Где она начинала работать Принадлежала Возу Которая из племена Лемелехова Это не случайно Потому что когда она вернула домой И тот человек специально пропустил много колося Чтобы она как-то подобрала много И это Ноймен сказала, ну, попросила ей Ну, ты где, у кого, ты собрала столько Она сказала, ну, человек называется Воз Ой, она сказала, она, он является нашим родственником И это поэтому не случайно Что когда тут абсолютно бедная женщина Без ничего, даже ничего кушать Буквалным образом хлеба нет Вот, пошла собирать колося Подбирать колося Там, в этом поле, случилось Что вот тот част поля принадлежала Возу И получилось, что он фактически родственник И поэтому у него какой-то, ну, долг Даже как-то жениться за нее Чтобы иметь детей Ради его родственника Потому что в Израиле там принято было И в законе Моисеева там написано Что если кто умер без детей Тогда его родственник должен как-то жениться За его вдова и иметь детей И чтобы его имя продолжалось И так это совсем не случайность И вот вопрос для нас Есть ли в нашей жизни Какой-то в мире случайность или нет У нас все есть, наверное, впечатления Что вообще Ну, есть рука Божия в нашей жизни В некоторых аспектах Но вообще это все как-то чистая случайность Есть, скажем, какой-то процент Какой-то долг в нашей жизни Который от Бога И какой-то долг Который, ну, чистый талк случайности Я думаю, что это нет Если мы на самом деле дети Божьи Это не талк Это не талк Потому что Бог очень активно действует В нашей жизни Человек не один, не одна на этом свете Бог страшно хочет Чтобы мы будем в Его Царстве И у Него есть план На огромном масштабе Который мы не видим И тот руф закончится в том Что, да, руф в конце концов Вышла замуж за эту возу И от нее Было в конце концов Овет Потом Давид И в конце концов Иисуса То есть это было как-то в плане Божьем Чтобы та девочка в Муаве Которой не было даже израилетянка Чтобы она как-то присоединялась С Израилом И он работал чудесным образом Через голод и через смерть Семьей Чтобы это случилось Через тот случайность Что когда она в таком бедстве Начинала подбирать колосся в поле Та часть поля принадлежала Оозу И это не случайно Но мы пока в этом жизни Мы не видим Мы не видим до конца Значительность Все то, что случится в жизни Мы считаем, что Ну это просто чисто случайно И это тоже случайно И вот Ага, в этом плане Да, Бог действовал Ну в большинстве Жизнь моя Это похоже На жизнь совсем не верующих человек Конечно, поверхностно Мы все одеваемся Одной и той же одежде В принципе, говорим Одной и той же язык Страдаем Одной и той же проблемами Но есть разница В том, что в нашей жизни Бог действует И, конечно, рано или поздно Мы все умрем Но в нашей смерти Есть огромная разница В том, что если мы кричим Во Христе Тогда у нас будут воскресения Когда Иисус придет И мы опять будем жить И будем жить вечно В Царстве Божьем Мы не просто существуем На этом свете У Бога есть намерение И план для нас Итак, это Ноемен Придумала Какой-то план Она сказала В третьем стихе Умойся Поможься Найдем на себе Порядные одежды твои И пойди на гумна И смотри Где он Лежать спать И В третьем стихе После того, что он кушал Пил Тогда Ходи к нему В седьмом стихе Воз Наелся И напился Как понять Напился По-разному можно понять И Развесил Сердце своей И так я немножко понимаю Напился В том, что Да Говорился Ну Говорится Об алкоголе Потому что Воз Наелся Напился И Развесилил Сердце своей Он пошел Спать Там Привала Она к гумна И Она пришла К нему И Хотя Мы видим Что тут Воз Верующий человек Опять Мы видим Какой-то До слабости У него Потому что Это не совсем В порядке Что После Ну Того Что он там Работил Он как-то Наслабился Напился И Потом Женщина Пришла К нему И Он как-то Ну Если он Спал с ней Или нет Немножко Непонятно Но это Это под вопросом Под вопросом Почему Я это скажу Потому что Язык Который Здесь Употребляется Немножко Ну Можно понять И так И по-другому Но По крайней мере Поднимается Вопросом Вопросом Она Безусловно Взяла Инициативу И это Очень странно В ихном культуре Что Женщина И девочка Взяла Инициативу В этом плане Это всегда Для мужчины Как-то Выбрать Какую-то Девочку И устроить С ней Отношение И Урок Наверное Для нас Что Мы сможем Взять Инициатив В нашем Служении Перед Богом То есть Не просто Разрешаем Жизнь И просто Случится Для нас Чтобы это Просто Ну Просто Случается В нашей жизни И жизнь Вот так и есть Мы сможем Держать контроль Немножко В направлениях Нашей жизни Она Конечно Поняла Что По идее Тот Воз Может Вот Жениться И спасать Мне И она Взяла Тут Инициативу И конечно Тот Воз Является Какой-то Прообразом Иисусом Потому что Он Называется Здесь Спасител Или Покупатель То есть Он Мог Ей Спасать Из-за Этого Ужасной Ситуации И Я думаю Что Да Он Не является Какой-то Прообразом Иисусом Но Все равно Нам придется Как-то Взять Инициативу Это Не так Что Бог Будет Дать Нам Спасение Если Он Хочет И мы Не Играем В этом Никакой Роль Мы Сможем Взять Инициатив И Фактически Нам Надо Это Делать Вера Без Дел Мертва Итак Если Например Мы Будем Предлагать Евангелие Кому-то Значит У этого Человека Есть Шанс Жить Вечнее В Царстве Божьем Если Мы Это Не будем Делать Это Необязательно Что Бог Будет Как-то Призвать Тот Человек По- Бог Согласно Притч Иисуса Раздал Талантами Нам И Как-то Ушел В этом Притче Иисусе Он Сказал Что Тот Хозяин Раздал Все Его Богатства Слугами И Потом Он Ушел И Сказал Что Я Я Приду И Когда Он Пришел Он Приглашал Всех Отвечать За То Что Они Как Они Использовали Его Таланты Его Дал Нам Все И Отошел На Небесах Не Значит Что Он Как-то Не Смотрит Сюда Что Это Не Интересно Это Очень Для Него Интересно Но Я Просто Имел В В В В Что У Нас Есть Тогда В Какой-то Мере Ответственность Перед Ним Он Дал Нам Его Таланты Его Богатства И Это По Нашему Инициативу Как И Что Мы Будем Делать С И Мы Не Просто Существуем День За День В Этом Суете Мы Сможем Взять Инициатив Кому Помочь Кому И В Духовном Плане И По Человечески Помогать Чем Просто Думать Только И Только О Себе Общество Где Мы Живем Мне Кажется Вообще Без Инициатива Людей Думают Ну Ладно Я Пробовал Помогать Одного Человека И Из-за Этого Мы Не Будем Беда Но Да Это Закон Жизна Знаете Это Закон Жизна И Когда Бог Придумал Дать Нам Помочь Духовном Плане Что Случилось Они Убили Его Сын Он Все Отдал Для Нас И Большинстве Людей Даже Буквальным Образом Привали На Израил Убили И Распяли Даже Его Сын Людей Вообще Смеется Лугается Против Бога Жалует На Бога Когда Он Все Для Нас Сдел И Так Вот Она Взяла Инициативу Она Сказала В 9 Стихе Я Руф Раба Твоя Простри Крыла Твоей На Рабу Твою Ибо Ты Родственник Тут Еврейский Слов Переведено Родственник Это Тот Слов Гаэл Который В принципе И означает Спаситель Выкупатель Но Простри Крыла Твоей То же Самое Мы читаем Когда мы читаем О Херувим Божьем Что Его Крыли Крыли Ангелом Бог Простел Над Нами И Когда Она Сказала Простри Крыла Твоей На Рабу Твою Это То же Самое Понятие И слов На Еврейском Которые Бог Сам Использовал Когда Он Сказал Израил Что Я Ваш Бог Я Буду Простер Крыла Моей Над вами И Вы Будете Жить Под Крылом Моей То Есть Она Поняла Что Тот Человек Тот Воз Является Какой Для Ни Представителем Божьим И В этом Плане Мы Тоже Яваемся Представителем Иисуса И Представителем Божьим На этом Свете Когда Мы Принимаем Крещение Написано Что Мы Принимаем Крещение Во Имя Господа Значит Что Мы Яваемся Его Представители В этом мире И Опять В этом Притче Иисусе Он Сказал Что Последний День Он Будет Сказать Людям Когда Я Был Город Когда Я Был Город Когда У Мне Был Проблем Почему Ты Ничего Не Сделал Для Меня И Они Отвечают Ну Когда Мы Видели Тебе В Таком Состоянии Он Отвечает Поскольку Ты Видел Мои Братья В Таком Состоянии И Ничего Не Сделай То Есть Мы Яваемся Представители Иисуса И Как Люди Относятся К нам Это Как Они Относятся К Богу И Иисусе Вы Помните Когда Саввы Павел Дальше Был По пути В Дамаске Иисус Явился И сказал Ему Саввы Саввы Почему Ты Меня Гонишь Он Сказал Ну Кто Ты Он Сказал Ну Я Иисус Почему Ты Меня Гонишь То Есть Поскольку Это Саввы Павел Преследовал Верующих Людей Христианин Он Это Сделал Прямо К Иисусе И То же Самое Когда Мы Стоим В Очереди И Кто Как Перед Нами Как Сделали Толкали И Так Дали Они Это Сделали К Иисусе Это Сложно Понять Но Это Так И Более Положитель Нам Придется Его Лицо Скажем В этом Мире Это Абсолютно Право На То Что Мать Тереза Сказала Что У Него То Есть У Иисуса Нет Лицо Нет Рук Нет Ничего В этом Мире Кроме Наших Потому Что Мы Являемся Его Представителем И Так В конце Концов В жизни Имеется Какую-то Значительность Мы Не Просто Существуем День За День Сути Без Ничего Без Никакой Окончательной Значительности Без Какой-то Определенности В жизни Об этом Людей страдает Страшно В жизни Чувствовать Что Я Вообще Без Никакой Роли Не Играю Ничего В конце Концов Не Делать Не Важно Если Человек Богат И Бедный Дело Не В этом Все Равно Есть Такое Чувствие Такое Умение Что Зачем Вообще Я Здесь Зачем Вообще Существует Жизнь Дальше Для Нас Если Мой Бог Христе Это Почему Я Обдраю Людей Как Возрослые Принимают Крещение Во Христе Жизнь Для Нас Не Должен Быть Так Потому Потому Что У нас Есть Определённый Цел У Нас Есть Значение Перед Богом Так Как Тот Воз Он Фактически Для Руб Как Бог Она Попросила У Него Простри Крыла Твоей На Робу Твою Это Вот Именно Вот Так Как Бог Фактически Делает К Людьми И Даже Если видите Вторая глава Двенадцатом Стихе Раньше Воз Сказал Ей Руфу Ты молодец Потому Что Ты пришла К Богу Израильево Чтобы Успокоиться Под Его Крылами И Сейчас Она Сказала Ему Я Пришла К Тебе Чтобы Ты Ну Простри Крыла Твоей На Меня То Ест Она Имела Ввиду Да Воз Я Помню То Что Вы Мне Сказали Когда Я Работал У Тебе У Вас В Полях Что Я Молодец Потому Что Я Пришла К Богу Израильево Чтобы Успокоиться Под Его Крыла И Вот Воз Я Сейчас Пришла К Тебе Простри Крыла Твоей На Меня То Есть Она Открыто Признался Что Она Видела Возе Какой-то Пробразом Бога Потому Бог Конечно Иисус Не Видно На Этом Свете А Мы Видно И Мы Яваемся Поэтому Его Реклама На Этом Свете И Поэтому Очень Много Людей Которые Считают Себе Атеистов Или По крайней Мере Не Христиан Не Верующих Когда Мы Просим А Зачем У Вас Такое Положение Чаще Всего Они Отвечают Таким Образом Из-за Того Что Я Знал Человек Который Называется Себе Верующий И Он Такой Страшный Я Знаю Такая Женщина Которая Ходит В Церковь Она Такая 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 Плохая Это Жалко Но Это Значит Что Мы На Сам Деле Яваемся Его Представителей На Этом Свете И Мы Сможем В Этом Плане Портить Его Имидж Его Имя Перед Людьми Потому Что Поскольку У Людей Есть Контакт С Нами У Них В Этом Плани Контакт С Богом Если Мы Яваемся Таким Плохим Это Все Является Отражением На Господа Потому Что Мы Его Представители И Так Вот Сказал В Благословена Ты От Господа Дочь Моя Это Последнее Твое Доброе Доброе Дело Сделала Ты Еще Лучше Прежнего Что Ты Не Пошла Искать Молодых Людей Ни Бедных Ни Богатых Он Он Имел В В В В В Спасибо Тебе За То Что Ты Не Против Фак Того Что Я Я Такой Старый Значит Наверное Что У Ей Было Бы Вариантов Но Почему Она Именно Хотела Предлагать Себе Скажем Так Возу Почему Потому Что Он Был Родственник И Она Хотела Чтобы Он Исполнил То Что Написано В Законе Моисеева О том Что Это Должен Быть И Что Ей Должен Иметь Детей Как Родственник Ее Семья Ее Бывший Муж Чтобы Иметь Детей Для Него То Есть Видимо Что У них Был Какой Заимный Я Сказал Б Привлекательность К Друг Друг Но Тот Привлекательность Которую Они Видели В Друг Друге Были По-моему На основании Того Что Они Чувствовали Духовности У Другого Другого Пара И Это Получается Что Для нас Основание Для Всяких Наших Отношений Должен Другого 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 Не Совсем То Что Он Сделал Здесь Тоже Не Совсем Корректно Наверное То что Руф сделала, что она как-то подошла к человеку ночью и как-то манипулировала, я сказал бы, немножко ситуации, чтобы ему как-то неудобно отказаться, хотя он сам не хотел отказаться. И в 14 стихе «Спала она у ног его до утра». Конечно, вопрос, зачем она просто мне сказала, ну, воз, я как-то, ну, свободный для вас, ну, решите, и ушла. Зачем? Она спала у ног его до утра. Как я сказал, мне написано, что они спали с друг другом в этом отношении, в интимном смысле, но это все-таки под вопросом. Опять написано, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. Но они знали, кто друг друга. Он знал, что это Руф, а она знала, что это Воз. Итак, встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. Это, я думаю, специально для Бога, чтобы дать, ну, как-то вопрос, не знаю, открыто вопросом. Почему? Иногда в Библии довольно сложно понять. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы будем рассмешивать об этой истории, ситуации. Это не так, как у нас, допустим, 20 очень простых моментов, и все. У нас в Библии довольно большая книга. Столько историй, стихотворений и так далее. И зачем? Зачем Бог не дал нам просто вот такие 10 принципов, 20 принципов и все. До свидания. Зачем Он дал нам книгу такую? Он выбрал именно таком способом, чтобы открываться в себе перед нами. Я думаю, он это сделал, потому что он хочет, чтобы человек сознательно размешивал бы о его слове. Так как, если у нас есть отношение с кем-то, мы не просто, допустим, молодой человек, молодой мужчина или девочка, они не просто так встречаются и дали бы друг другу 10 пунктов. Вот это я, вот это я. Рассматривали 10 пунктов, ну ладно, хорошо, мы улюбились. Нет, это не так. Это более того, что мы, то, что мы хотим, это чтобы, ну, кто обратил внимание на то, что я скажу. И вот, чтобы рассказать все из прошлого моего, и ты как-то, ну, как-то с рассуждительностью не слышал бы, внимательностью не слышал бы на то, что я скажу, и как-то, ну, думал бы, обрабатывал немножко то, что я скажу, и взаимно. Вот. И Бог тоже самое сделал, по-моему. Поэтому в этом 14 стихе, я думаю, у нас есть такой пример. Они бы встали прежде, нежели могли они распознать друг друга. Ну, это как-то против. То понятие, что они спали с друг другом. Это типа того, что они, ну, ушли от друг друга прежде, нежели могли они распознать друг друга. Опять, стоп, распознать, ну, что именно это имеется в виду. Опять, открыто вопросы. Это не просто, ну, они не знали, кто друг друга. Они прекрасно знали, что это Руф и это Волос. Ну, опять, сказал ей в 15 стихе, подай верхную одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей шесть мер ячменья. Положил на нее и пошел в город. Перевод, тут перевод, подай верхную одежду, немножко неудачно, на английском как-то лучше. Что написано за вес, то есть хиджаб. Как это на русском? Хидон. Как? Хидон. Хидон, да. Хидон, да, правильно, спасибо. Ну, ходили раньше, мода такая была. Хидон. Но это не только мода. Это не только мода. Это было обязательно в Израиле в том времени. Хидон обязательно, чтобы показать, что ты дева. Или, по крайней мере, ты как-то новую. В этом плане, ну, свободная в этом плане. И подай верхнюю одежду, подай хидон. Это лучше, вот, перевод. Снять хидон, но он имел в виду, ну, снимай, чтобы я могу дать вам, дать тебе шесть мер ячменья. Ну, он мог бы дать ей любым способом. Ну, давай, пакетик, давай, ну, какой-то, ну... Посуду. Посуду, да. Зачем именно так? Он предлагал ей, ну, снимай. Хидон. Снимай хидон. Это типа того, что ты уже, ну, женатый ко мне. Ну, за мною. Поэтому, когда она вернула, в шестнадцатом стихе, Руф пришла к свекрови своей, та сказала ей, что дочь моя. Ну, это немножко... Ну, что случилось в смысле? Опять как-то открыто вопросом. Особо, когда она видела, что эта девочка пришла без ей дома. Ну, что, дочь моя? Я предлагаю так. Хорошо. Тогда в восемнадцатом стихе Ну, и мне она сказала, подожди, дочь моя, так, коли не узнаешь, чем кончатся дела, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дела. Похожий язык, встречаем Исаия, когда написано о том, что Бог сам, Бог сам не останется в покое, пока не кончатся его дела с Израилом. Я вчера предлагал, что во всякой той истории это было какое-то ободрение для Израиля. Когда они были в Вавилоне, так как Руф и Ноймен были в Муаве, и Бог хотел, чтобы они вернули бы в юге, то есть в Израилье. И это как-то ободрение, чтобы, ну, так как Ноймен и Руф вернули в Израилье, так как Израил должны покидать Вавилон и вернется к земле. И ободрение о том, что так как Гуаз не останется в покое, пока не кончатся, то это дела, и Бог и тоже. Нас любит страшно. И Он не останется в покое, пока Он не кончатся. Его дела с нами. Его дела с нами значит дать нам спасение. Получается тогда, что Бог в этом плане не как-то, ну, равнодушный. Это не так, что Он как-то все сделал для нас, Иисус умрет на кресте, и Бог как-то, ну, смотрит куда-то по-другому. Нет. Он очень не в покое. У Него нет покоя, пока не кончатся Его дела. Его дела, в принципе, чтобы Иисус пришел бы основать Царствие Божие на земле, и мы будем жить вечно. И так не думайте, что Бог как-то равнодушный к тебе, что Бог как-то есть, но тоже как-то не очень интересует на твои дела. Он не в покое, пока не кончатся Его намерениях и дела с нами. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Юра, нет. Толик молчит. Я вас хочу сказать свои размышления по поводу Лооза и Руфи. Когда она пришла со свекровью своей, он знал, что она чужестранка, она пришла без ничего, с пустыми руками, но она Руфи не оставила, Руфи на имени не оставила. Первое, что она начнет делать, трудиться, честно, пусть хотя бы собирать колосье, она не пошла путем блуда, она пошла путем труда, путем нравственности. И он замечал за ней, что она женщина добродетельна, у всех ворот города знает, что ты женщина добродетельна. Он шел путем духовности, благословляя своих тружеников и наблюдал за ней. Родственные отношения это одно, духовное родство еще выше. Человеку дается талант, талант для инструмента, инструмент, которым он работает для Бога. Если мы видим ближних, у которых что-то, чем-то можно помочь, не обязательно начать с Евангелия, просто с доброго дела, с доброго слова, с доброго жеста, с доброго взгляда. Притча Христа о том, что увидели мне ноги, не одели, долуды не накормили. Каждый, возлюби Господа, возлюби ближнего, каждый человек, находящийся рядом с тобой, твой ближний. И если ты чем-то хочешь им помочь, словом, делом, добротой, своим сердцем, своим участием, ты уже сотрудник у Бога, ты уже помогаешь Богу в своем Царстве Небесном, потому что мы лицо Христово в нем. Закончится время нашей земной жизни, и наши тела пойдут в свет за нами. Мы увидим все, что мы могли сделать, и сделали. Поэтому, пока есть время делать, постарайтесь сделать это. В докладе не останетесь. Отдавая свою душевную доброту и духовную доброту, она восполняется в большей кратности. Я по себе почувствовал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.